Драгоценный Бог, наш отец, мы, как дети Твои, благословляем имя Твое, Боже, и мы благодарны, Боже, что Ты всегда с нами, Господь. Ты дал нам Свою Тору, Боже, Господь, и Ты учишь нас, Боже, Господь, познавать Тебя, познавать Себя и эту жизнь, Господь. И мы благодарны Тебе, Боже, за Ишоа, Господь, который есть Мессия нашего народа Божия, и который, Господи, дал нам сверху, Господи, с Твоих небес, Боже, для нашего спасения и нашей жизни. Амин. Сегодня раздел Торы, который называется ВРА, явил этот шмот или исход 6 по 9 главу. И, я так понимаю, я продолжу вот это вот, то, что начала наша группа прославления, да, как бы в духе последней песни. Я тоже буду говорить о том, что как иметь выход из царства греха, мы же объявляем, да, что мы теперь уже с грехом не имеем никакого отношения, вот, и как быть детьми царя, и что это обозначает прежде всего. Это много значений, но прежде всего, что это обозначает. И я зачитаю исход или шмот, 6 глава, с 1 по 9 стих. Предисловие там такое небольшое. Значит, Маше с Аароном пришли к фараону, говорят, фараон, отпусти народ, нам надо служить Господу. Он говорит, ребята, по-моему, вы что-то немножко меня не поняли, вы слишком праздные. Короче, соломы им не давать, а кирпичи пусть делают сколько надо. Сколько было, столько и надо. Побили их надзирателей, которые не обеспечили, как бы я так понял, плана. Вот, и вот надзиратели говорят, Маше, что ты с нами сделал, что ты натворил. С и пор, как мы тебя узнали, никакого избавления мы не видим. И Маше говорит Господу, Господи, что ты делаешь, ты не избавил народа своего. Заканчивается 5 глава, да? И начинается вот эта глава. И сказал Господь Моисею, теперь, ну, когда фараон заявил, что он крутой парень, вот, именно теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном, под действием руки крепкой, он отпустит их, под действием руки крепкой, даже выгонит их из земли своей. И говорил Бог Моисею и сказал ему, я, Господь, Яхве, являлся я Аврааму, Исааку, Якову с именем Бог всемогущий, Эль-Шаддай, а с именем Моим Господь, то есть Яхве, не открывался им. И я поставил завет мой с ними, то есть с народом, чтобы дать им землю ханаанскую, землю, я поставил завет с ними, имеется в виду с отцами, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования, их, в которой они странствовали. И я услышал стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. Итак, скажи сынам Израилевым, я, Господь, Яхве, и выведу вас из-под иго египтян, и избавлю вас от рабства, и спасу вашу мысль, простертую судами великими, и приму вас к себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь, Бог ваш, изведший вас из-под иго египетского. И я веду вас в ту землю, которую я поднял руку мою и клялся дать ее Аврааму, Исааку, Якову, и дам ее вам в наследие, я Господь, Яхве. Моисей пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести рабов. Значит, тема исхода — это историческое событие однозначно, и оно обозначает действительно начало исхода, ну, начало новой веки в истории жизни Израиля, вот уже жизни с Богом, как народа. Но это одновременно и большой символ, который имеет много плоскостей. Ну, для нас, как для верующих людей, ну, самая важная плоскость — это исход из царства греха, царства тьмы, правильно, царства света и царства возлюбленного Сына Божия. Аминь. Вот, поэтому я, как бы, буду говорить в этом плане, потому что оно ближе нам, вот. И, как бы, и вот слушая эту песню, действительно, спасибо группе прославления за ваш труд, за ваше служение, оно реально очень важно. Вот, и мы говорили о том, что мы вышли из царства греха, мы там прошли, написано, через Чёрное море, да, вот, и мы теперь дети царя. И Бог, вот как Он говорил народу в то время, да, это, условно говоря, где-то около четырёх тысяч лет назад, так Он, или три с половиной тысячи, так, более точно, значит, так Он говорит нам и сейчас, что Я Бог, значит, и Я выведу вас, то есть любого из вас, да, выведу вас из царства греха, из том призабании, в котором вы находитесь, в тех проблемах, в которых вы находитесь, да, то есть то, что вы испытываете из-за того, что фараон, ну, это прообраз сатаны, да, он держит вас вот в этих проблемах, я выведу вас, я введу вас в царство сына своего возлюбленного. Аминь. Я буду говорить о том, что мешает, вот, что мешает этому, как вот, этому выходу, потому что, ну, мы больше говорим, как войти, вот, понимаете, и это правильно, вот, но иногда надо, ну, и сегодня как раз вот эта глава, она показывает, что является вот таким вот самым главным камнем преткновения на пути Божьего народа, каждого из нас, когда мы выходим из власти сатаны и входим в власть возлюбленного Сына Божьего. Сначала давайте мы вспомним, зачем Бог вообще выходит, выводит свой народ, куда Он выводит, да, и зачем Он выводит. Смотрите, для этого заглянем чуть вперед в эту же книгу, Шмот, 19 глава, 6 стих. «Вы будете у меня царством священников и народом святым». Аминь. Друзья, для этого Он выводил свой народ. Не просто дать им, значит, землю, где там молоко, мёд, и где они там будут весьма упакованы, и всё им будет хорошо, им за это, кажется, ничего не будет, да. Он говорит, вы будете у меня царством священников и народом святым. Что значит народом святым? Он часто разъяснял это в Торе, мы будем об этом говорить, он говорит, будьте святы, как я свят. И он объяснял, что значит быть святым. И оказывается, быть святым — это не быть святошей. Ну, таким, знаете, святым. Святым — это, кажется, быть человеком, который имеет правильное мышление, правильное сердце и правильно поступает по заповедям Божьим. Простые вещи делать там, не красть, не убивать, там, поймать, помогать и так далее. Вот что значит быть святым на самом деле. Это очень простая вещь. Так вот, и вы будете вот этой святостью своей, своей жизнью, да, организацией своей жизни, личным характером, вы будете свидетельствовать другим народом обо мне. Потому что человек может свидетельствовать человеку, да, а народ может свидетельствовать народу. То есть народ, он не узнает через человека Бога, он может знать только народ. Народы, они большие. Вот, значит, таким вот образом. Теперь, так, акцентировали внимание, да, зачем Бог выводил народ израильский в то время, да, три с половиной тысячи назад. Теперь, зачем Бог нас выводит из царства греха и выводит из царства возлюбленного своего сына? Читаем, 1 Петра 2,9. Я в современном переводе читаю. Вы же род избранный, священнослужители царские. То есть не царствующие священники, как некоторые-то думают, да, что я все, вот у меня здесь хороший прикид, и я теперь царь, да, я царь. Нет, немножко не так. Вы царские священнослужители. Это немножечко меняет позицию нашу, да? Вот. Святой народ, принадлежащий Богу, святой народ, принадлежащий Богу, которому он назначил объявлять о своих великих делах и которые он вывел из тьмы на свет свой чудный. Аминь? Идем дальше. И вот какая главная особенность священников Нового Завета, Римлянам 8,29. Им, то есть нам, да, то есть священникам Нового Завета, Брит Хадаша, он предопределил быть подобным образу сына своего. Аминь? Вот для этого у нас вот то же самое, друзья, та же самая задача. Мы должны быть святы, да, и быть подобными образу сына. Что значит иметь, что значит быть подобными? Быть в блистающих одеждах, припоясанным, да, с мечом или как? Оказывается, тоже просто. Все, тоже все достаточно просто. Быть подобными — это иметь тот же образ мыслей, тот же сердце и тот же характер поступков, да, и те же поступки, которые делал Ешо. Мы не отделяем от дел наших, потому что написано, что мы созданы для добрых дел, которые Бог предопределил нам исполнить. Не просто, чтобы быть такими классными ребятами святыми, но чтобы еще что-то делать в этой жизни. И Бог очень хочет, и Он сделал все для того, чтобы верующие представляли собой образ Ешо. Смотрите, и в этом главное, смотрите, в чем главная суть слова Ешо. Ищите прежде всего Царство Божие и правды Его. Другими словами, стремитесь, чтобы образ царя отображался в вашей сущности. То есть искать Царство — это не просто искать обеспечение царского, да, не просто чудес и знамений. Оказывается, искать Царство — это прежде всего, ну это мое мнение, может быть, вы по-другому понимаете, но я лично вижу это так. То есть что значит Царство есть внутри вас? Это небо, правильно, Духом Святым, поселившееся в нас и произведшееся в нас некий плод, о котором говорит Галатам 5, 22, 23. Помните, плод Духа, да? И в Евсяном главе 4 апостол Павел говорит, что для этого Ешо отдал телу Мессии свои дыры, апостолов, пророков, евангелистов, пастырей. И написано для чего? «Доколе все придем в единство веры, познание Сына Божия, в мужа, ну и женщину, конечно, да, совершенную, в меру полного возраста Христа». То есть пока Иисус Христос не отобразится в нас. То есть для этого служит все служение, вообще-то наша община, оно для этого служит, служителя, для этого сейчас пастор Олег будет проповедовать, я об этом говорю. Другое дело, как у нас получается, это тоже хороший вопрос, но стремление, оно должно быть в этом направлении. Правильно? Аминь? Аминь. И вот теперь давайте вот именно вот уже вернемся опять к главе, ну, к вот этим словам. То есть Бог говорит, я выведу вас, я введу вас, все у вас будет хорошо. Но они не послушали Маше, ну не только Маше, они вообще Бога не послушали, по молодуши и тяжести работ. Молодуши, оно как потом ни о чем не говорит это слово, да, такое, ну, молодуши, ну, вернее, говорит кое о чем, но его тяжело пощупать, да. Вот давайте пощупаем, что помешало этим людям войти в призвание, что помешало им войти в землю обетованную, что мешает современным верующим тоже войти в землю обетованную и войти в свое призвание и иметь полноту Божьей жизни. Молодушие, да? Слово «кацер», которое переведено здесь как «молодушие» или «малый дух», в некоторых переводах он переводится, посмотрел, «нетерпеливый дух». Они думали, что сейчас Бог, сейчас быченько придет, вот там фараонов все сделают, и они будут весело шагать по простору, по простору, понимаете, не получилось так. Но им очень хотелось этого. Они имели вот этот вот нетерпеливый дух. В одном из еврейских переводов там сказано «короткий дух», и это имеет право, почему? Потому что корневое слово обозначает тоже «короткий». Короткий дух. То есть короткий дух – это неспособный на длительное усилие. Понимаете? Нет-нет-нет-нет, я хочу сегодня. Нет-нет-нет-нет, я хочу сейчас. Да. Они хотели… Друзья, и это было не просто, у них было сиюминутное такое вот, ну такое, знаете, вот нашло на них. Не-не-не. Это было выражение их сущности. Потому что, если мы дальше смотрим все книги, да, когда мы будем разбирать, мы увидим, они вели себя вот подобно этому. Они не слушали, они постоянно там говорили, нет-нет, давай сейчас здесь, воды давай, перепелов давай, в общем, давай-давай-давай, и давай здесь сейчас, мы хотим репы там, или я не знаю что, лука там, чеснока там, и вот здесь и сейчас давай нам, потому что там нам было хорошо. Вот. И мы видим, что из этого вот короткого, нетерпеливого духа, да, они не достигли того, что Бог им сказал. Они не стали священниками. Друзья, желание Бога, чтобы они были священниками, каждый, и они должны были быть, и они были бы каждый, минимум в семье, они все были бы, вот шаббат, да, это священство, да, вот они все, значит, должны были быть именно в роли, именно от шаббата, между, от семьи, и до, перед другими народами, все должны были быть священниками. Но на самом деле священниками стали единицы, только семья Аарона. Даже левиты, я посмотрел, по переписи они составляли 3,8 процента. Ну, если их там еще условно как к священству отнести, всего 4 процента, да, стали, ну, приближены были к священству, а должны были стать все. И реально у Бога желание, чтобы все стали священниками, но Он хочет, чтобы мы не имели вот этого короткого духа. Потому что короткий дух, Он говорит, хочу здесь и сейчас, я хочу чудес и знамений. Бог, давай мне чудеса и знамения. Община, давай мне чудеса и знамения. Я хочу, вот у меня проблема, я хочу знамения, я хочу, чтобы все менялось. Вопрос. Ты изменился внутри? Ты похож? Стал подобен на Сына Божия? Ты похож на Сына Божия, да? Для тебя же вывели, не для того, чтобы тебя упаковать, тебя же вывели, чтобы ты был священником, ты должен являть Иисуса, ты должен являть Бога у себя на площадке, в своем доме, в общине, на работе, в служении, везде. Аминь? Понимаете? Вот этот вот дух нетерпения, он бросает людей, он колотит их, он их заставляет идти от одной ереси к другой ереси, понимаете? Вот искать вот этих коротких путей, они не хотят иметь этот долгий дух, способный на... Потому что только долгий дух, он приводит к изменению характера. Вы согласны со мной? Если нас упаковать в шоколад, так толстый-толстый слой шоколада, будет меняться наш характер? Скажите мне. Да не будет меня, мы четко знаем, что когда мы упакованы, там все у нас классно, только когда давление идет, понимаете? Есть вот это вот, как бы вот, соответствие, да, между давлением внешним и нашим внутренним характером. Понимаете, о чем я хочу сказать, о чем говорит тоже, в том числе, и сегодняшняя глава. И закончу я на вот этих вот словах. Смотрите, Иоанн говорит Гаию, молодому человеку, возлюбленный. Ну, я здесь расширенный перевод даю. Значит, ты избран быть священником Бога Живого, да, ты таким и являешься. Я молюсь, чтобы ты здравствовал, был крепок и здоров, чтобы ты преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Классное слово, друзья. Он, фактически, если в контексте так вот, по-честному, здесь вот говорится о том, что я знаю, что твоя душа преуспевает, и я желаю тебе, чтобы и во всех остальных вопросах ты преуспевал. Это не только Иоанн говорит, друзья, это Бог говорит. Он говорит, мое желание, чтобы вот твое отражение еще внутри тебя, да, чтобы оно тоже, как бы, с этим, коррелировало, да, с твоим и здоровьем, и с твоим преуспеванием жизненным и так далее. Тогда это будет полезно нам. Ну, а пока немножко, чуть-чуть давление, там, закрутим ручечку, чтобы, как бы, шла коррекция твоего характера и так далее. То есть, есть в этом определенное, не то, что определенное, в этом есть тоже правда, друзья, вот, нашей жизни, да, вот, нашего исхода, нашего похода, да, нашего священства. И да, благословит нас Господь на этом пути, да, поможет Он нам тому, чтобы действительно Ишоа, Он отобразился в нашем мышлении, в нашем сердце и в наших делах. Аминь. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова